Слава Богу, дорогие братья и сестры, выйти на сцену сейчас — это квест, просто так не получается. Мы все ученики Христа, и вот удивительно чувствовать себя учеником, когда ты учишься чему-то. И вот кажется, чем больше человек проповедует или чем больше человек обладает каким-то знанием, удивить его сложно. И буквально несколько недель назад я наткнулся на стих, который отчасти перевернул мое сознание. Я даже был удивлен, что я всегда читал это и никогда не понимал глубину этого стиха. Этот вопрос будет связан с исполнением воли Божьей. И мы не можем говорить о страдании Христа, не упоминая того, что страдания Христа связаны с исполнением воли Божьей. И когда Христос говорит, что если, возможно, доминует меня чаша сия, Он говорит не как я хочу, а как ты. И тема моей сегодняшней проповеди — по следам Христа. И мы все говорим, что хотелось бы идти по следам Христа в небо, в небесный Иерусалим, улицы из чистого золота, дерево жизни, источник, в солнце нет нужды, все у нас будет хорошо. Но этот путь узок и тернист. И по следам Христа означает идти по следам Христа. То есть реально идти, как шел Он, жить, как жил Он. Конечно, его жизнь отличалась от нашей, хотя бы в том факте, что у него не было жены, детей, у него не было забот, у него не было билов, которые нужно было платить. Но он был в человеческом теле, он знал, что такое искушение, он знал, что такое голод, он знал, что такое печаль, он испытывал радость. То есть он знал, что испытываем мы, чем мы дышим, о чем мы думаем, чего мы хотим. И вот Евреям 5 глава 7 стих написаны удивительные слова. «Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоволение». Был услышан и все равно был распят. И вот эта мысль перевернула мое сознание. Смотрите, он молился, был услышан, но был распят. В понимании большинства людей это если ты молишься о чем-то, если, возможно, доминует меня чаша сия, то если Бог услышал, чаша что должна сделать? Миновать. Если Бог услышал, чаша меня минует. Если Бог не услышал, не минует. Но в этом стихе говорится, что он был услышан, но все равно он умер. Да, он воскрес в третий день. Да, в Гефсимане его не убили при задержании, хотя могли, учитывая, что там сделал Петр. Но впоследствии-то он все равно был распят. Впоследствии он все равно пережил смерть, если так можно сказать, или встретился со смертью. Но Писание говорит, что он был услышан. Выходит, Бог услышал его молитву, но воля его все равно исполнилась. Когда я молюсь сегодня, я подразумеваю, что когда Бог услышит мою молитву, будет так, как я попросил. Но оказывается, есть воля Божья. Бог говорит, я услышал тебя, но будет так, как я решил. Если человек готов принять эту волю. То есть, я услышал тебя, ты услышан, твоя молитва дошла до неба, но будет так, как я решил. И Христос был услышан, но он все равно умер. Он все равно должен был умереть на Голгофском кресте, потому что не было какого-то иного пути, чтобы дать людям прощение, всему человечеству. И да, Христос знал, что он услышал. Да, он видел этого ангела, который подкреплял его. Но он все равно знал, что завтра ему нужно умереть. И это ничего не поменяет. Даже если, знаете, вот, может быть, была надежда, что я просто не дойду до Голгофы, я умру там, на этой улице. Нет, ты падаешь, ты не можешь нести крест, найдут человека, который понесет этот крест. Но ты все равно туда дойдешь, и ты все равно там будешь распят. Потому что это нужно было для выполнения Божьей воли. И нам, людям, сложно понимать Божью волю, потому что нам кажется, ну, не должно бы было быть так. Но мы всегда забываем, если бы Христос не умер, то все мы вместе взятые не смогли бы ничем вот эту пробоину Божьего правосудия как-то восполнить. Ни своими молитвами, ни своими жертвами, ни скотом, ни кровью, ничем. Мы бы не смогли. Еврейский народ в рамках одного народа не смог. И все человечество в рамках всего человечества, если бы все люди перешли в иудаизм, они бы не смогли. И Христос знал, что как ни тяжело, нету силы нести этого креста, ну, все, тело полностью обезвожено, обессилено, изранено, но нету другого пути. И он идет с мыслью, что Отец его услышал, Бог его услышал. Но ты все равно дойдешь, и ты все равно будешь распят. Потому то, что мы сегодня вспоминаем, это не просто, что он сделал, это подготовка нас, что в какой-то момент времени каждый из нас будет делать выбор. И не такой выбор, каждодневный, грешить или не грешить, а выбор жить без Христа или умереть за Христа. Жить без Христа или умереть за Христа. Вам кажется, ну, в 21 веке такой выбор не может быть в христианской стране, в стране со свободой. Такой выбор может быть всегда и везде. Просто кто-то стыкается с ним чаще или стыкается с ним в молодости, а кто-то уже в пожилых летах. Евреям 2.10. «Ибо надлежало, чтобы Тот, на Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Вождь спасения совершил через страдания. Вождь, опять-таки, в человеческом понимании, в моем понимании. Когда я говорю «муж сильный», что это означает? Это означает, что я с ним не справлюсь. Если он для меня муж сильный, если я с ним справлюсь, я не буду говорить «муж сильный», я скажу «хлюпик». Если муж сильный, значит, я оценил, что я не справлюсь. Значит, это муж сильный. Если я говорю «вождь спасения», это значит «вождь спасения». Но тут написано, что «вождь спасения» совершил это спасение через страдания. Не через чудеса боевых искусств в Гефсимании, не через какие-то чудеса на Виадолороса, что там столпы начали выпрыгивать и на руках понесли Христа. Он совершил это через страдания. Он был уничижен. То есть он смирился настолько. Знаете, я человек без роду, без племени. Порой сложно смириться. Меня обидели. Меня плохо назвали. Со мной не согласились. А тут Творец Вселенной опускается до человека, воплощается в человека. Живет вот эту недолгую сравнительно жизнь. И он настолько смиряется, что он идет, не злословит, не отбивается, не плюет в ответ, не пинает никого ногами. Мог же, пока нес крест, пнуть самого злословящего. Вообще ничего не делает. Он просто идет. Потому что он вождь спасения, и он знает, что это нужно совершить. В первом Фессалоникийцам 3.4 Павел говорит нам, «Ибо мы и тогда, как были у вас...» Павел из Афин пишет Фессалоникийцам. И он говорит, «Ибо мы тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось. И вы знаете, вы скажете, ну, предсказанные страдания — это вот такое дело, мало ли что. А я вам скажу, что страдания, которые происходят внезапно, они... Ну, они страдания, но они внезапны, и ты не накручиваешь себя. Ты не думаешь о том, что завтра тебе вырвут все зубы, или сломают палец, или, не дай Бог, четвертуют, или сделают, или разопнут. Ты не знаешь, что завтра с тобой случится. Это одно состояние души. И ты в точности знаешь, что с тобой случится. Ну, или приблизительно предполагаешь, как в случае с Павлом. И он говорит, «Я предсказывал вам, что я буду страдать, и вот теперь я страдаю». Зная, что ты будешь страдать, опять, по-человечески, что нужно сделать? Избежать страданий. Но ты знаешь, что ты будешь страдать, нужно избежать страданий. Но опять проблема-то в том, что Павел говорит, я страдаю не за то, что я еврей. Меня бьют не за то, что я обрезанный, не за то, что я фарисей, не за то, что я говорю на трех языках официально, еще знаю больше, не о том, что я более вас всех говорю языками. Не за это Павла бьют. Павел страдает за то, что он христианин. Причем он, гражданин Римской империи, страдает за то, что он христианин в рамках, в территориальных рамках Римской империи. Это не варвары какие-то дикие, его поймали в плен, пытали и говорили, отрекайся от своего неведомого Бога. Это та же страна, в которой он родился. Он страдает, и он знает, что он будет страдать. Вы знаете, когда происходит деление людей на ваших и наших, оно всегда происходит, абсолютно всегда. Всегда есть ваши, всегда есть мы, и всегда есть они. Или наоборот. И вот христиане, они априори сразу отделены, потому что мы граждане чьи? Небо. А раз мы граждане неба, то все неграждане неба будут воспринимать нас уже априори как врагов. Понятно, где-то спокойно, где-то более агрессивно, где-то менее агрессивно. Но раз у нас небесное гражданство, то граждане другого государства, земного, они будут априори граждан небесного государства расценивать как врагов. И поэтому Павел говорит, я предсказывал, что я буду страдать. Если ты христианин, рано или поздно ты станешь в такое состояние, что ты должен будешь сказать, христианин ты или не христианин. Знаете, один раз в моей жизни была ситуация, это к вопросу, понятно, это не вопрос вечных страданий, это к вопросу согрешить или не согрешить, закурить или не закурить. Но мне что всегда учили, что как бы Бог даст внутренних сил, если ты скажешь греху нет, то силы ада отойдут, все начнут тебя уважать и скажут, вау, вот это ты. И был вопрос, и я отказался. Закончилось тем, что били так, что я потерял сознание, очнулся в медсанчасти. И никакие силы не отступили, и ничего не случилось, ну кроме того, что я не закурил, но как бы я думаю, как? Ну вот все же рассказывали, что должно произойти что-то сверхъестественное. Ты сказал, все сразу зауважали твою позицию, сказали, ну все, с таким другом в разведку пойду. Нет, просто кинули на землю и били ногами. Знаете, как в анекдоте. И думаешь, как? Почему так произошло? Где вот это вот, что мне рассказывали, что так будет? И Павел говорит, если ты христианин, в какой-то определенный момент времени ты столкнешься с ситуацией, когда не просто даже грешить или не грешить. Вопрос, веришь или не веришь? Вот веришь или не веришь? И по тому, как ты ответишь, нету третьего пути. Да или нет? И вот как ты ответил, от этого будет зависеть твое здоровье, твое физическое состояние, а возможно и твоя жизнь. И вот Павел Тимофею пишет, молодому Тимофею, второе послание 2-3. Он говорит, итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Вы знаете, чем отличается хороший воин от плохого воина? Не экипировкой, даже не ростом. Есть подразделения, где все одного роста. Все одинаково одеты, всех одинаково кормят. Все одинаково рослые, определенного роста. Все обладают определенным знанием. Чем отличается хороший воин от плохого? Любой воин переносит страдания. И в уставе прописано стойко переносить все тяготы и лишения армейской службы. Любой воин переносит страдания. Но хороший воин их переносит, а плохой надламывается. Хороший переносит, а плохой надламывается. Чем отличается хороший христианин от плохого христианина? Вы же скажете, нет такого термина «плохой христианин». Человек, который живет с Богом, и человек, который просто думает или говорит, что он живет с Богом. Человек, перенесением страданий. Приходят трудности, и один почему-то идет до конца, а другой сразу воу-воу-воу. И богословски обосновывает свою позицию, почему он так считает, почему так правильно. Вы заметили, что мы живем в такое время, что ты не можешь сказать «да» или «нет». Вот на любой вопрос, абсолютно любой вопрос поднимаешь. Какой бы ты вопрос ни поднял, ответа «да» или «нет» не существует. Ну, если ты так считаешь, если это по твоей вере, если так ты думаешь, что можно, то в принципе можно. А если мне нельзя, я бы сам не сделал, но тебе не запрещаю. А ты, нету такого «да» или «нет». А вопросы конкретные, абсолютно в любой области, вопросы конкретные. А ответить конкретно как-то, ну, не политкорректно, что ли, ну, уже так не принято. И Павел говорит, что ты переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Павел сравнивает христианина с воином, который переносит страдания, который должен быть постоянно готов. Ну, вы знаете, что жизнь римского легионера – это была не сахар. Жизнь римского легионера, человека, которого забирали в 16 лет и возвращали назад через 25 лет, это был не сахар. Причем, что римские легионы их всегда размещали, кроме притарианцев, их размещали на границе. Что такое жить на границе? Это постоянная война. То есть 16 лет человека забирали, были, конечно, и добровольцы, были те, кто сами шли, но через 25 лет, если он был жив или списан, но его возвращали. А если человек на поле боя тяжело раненый, то его просто добивали, потому что в тех условиях тяжело раненый легионер, он не мог выжить. И вот эта сложная жизнь, это солдатщина, это, знаете, рекрутский набор такой на 25 лет. И Христос говорит, что ты переноси, молодому Тимофею, парню, говорит, ты переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Но когда мы смотрим на Христа, там как бы нет ничего такого героического, чтобы он так, вот просто все падали враги, он всех прощает, он любит, он на кресте висит и говорит, прости им, ибо они знают, что творят. В чем героизм? А героизм в том, что он это все вытерпел. Знаете, что он это все вытерпел, большинство людей и 10% этого не вытерпели. Многих из нас никогда не били по лицу даже за то, что ты христианин, за то, что ты молчишь, когда есть что сказать. И тебя еще бьют, чтобы ты сказал то, что у тебя есть сказать, а ты молчишь. Павел говорит, вы еще не до крови сражались. Так где в наше современное культурное общество религиозной свободы сражаться до крови? Но раз Павел говорит, значит, он знал, о чем он говорит. Это человек, который не раз проливал свою кровь, не пролив чужой при этом, за веру. А мы же говорим сегодня, что мы идем по следам Христа. Филиппийцам 3, 10-11. И нам кажется, мы хотим познать силу воскресения Его, но дальше Павел добавляет. Принимая или познать участие в страданиях Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Нам хочется познать Бога, нам хочется надеяться и верить в то, что мы воскреснем и делать чудеса, которые делал Христос. А Он говорит, участие в страданиях Его. А эти страдания нужно переносить не так, что знаете, ой, Господи, церкви молитесь, я уже изнемогаю, падаю, уже ползу не могу. А как добрый воин. Вы знаете, добрый воин это не тот, который увидел кочевника одного на коне и легион разбежался. Это не добрый воин. Добрый воин это когда больше, чем вас. Это когда сложнее, чем должно быть. Это когда непредвиденное обстоятельство. Знаете, никогда вообще все у человека идет всегда не по плану. Если вы когда-нибудь читали такое выражение, план сражения, значит вас обманывают. У любого сражения нет плана, потому что ты выходишь и все неожиданно. И абсолютно все не так, как должно быть. И все не так, как на бумаге. И вот христианин, он готовится, и перед водным крещением его готовят. И говорят, что твоя победоносная христианская жизнь будет такой. И он вступает в победоносную христианскую жизнь, а оно не такое. И братья и сестры порой не такие. И ты думаешь, не может быть. А потому что надо смотреть на Христа. Человек, попадая в церковь, начинает смотреть на людей. И это самая главная ошибка. Нужно смотреть на Христа. И вот Павел говорит, что нужно принимать участие в страданиях его. Вы что думаете, все так легко принимали Христа, что он отказывался что-то делать, или наоборот делал то, что он делал? Чего стоило только выгнать миновщиков в то время, когда вся торговля храма Иерусалима завязана на этом бизнесе? Как это прийти? Знаете, сколько он потерял друзей? Сколько людей на него обиделось? Скольким людям он перешел дорогу? Но он это сделал. Потому что это надо было сделать. И потому что он знал, что он прав. В этом и есть внутреннее убеждение человека. Все, что мы делаем, верующий человек, он уверен, что он делает правильно. Даже когда его не одобряют его же братья и сестры, а мы знаем, еще раз говорю, это вопрос деления. Это вопрос деления. Любой вопрос, какой вы берете, от самого безобидного с покрытием головы до самого убийственного с вопросом брать или не брать оружие. Мы должны понимать, что происходит деление. И кто-то скажет, да, я так. Кто-то скажет, нет, я по-другому. Филиппийцам 1.29. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Какое-то христианство не то, которое показывают на Ютубе. Не только веровать в Него, но и страдать за Него. Христианство упрощается по максимуму с одной целью, чтобы всех привлечь, чтобы никого не обидеть и чтобы никого не отторгнуть. А тут написано, что не только веровать в Него, но и страдать за Него. Есть определенные библейские рамки, в которые человек должен войти. Ну, он может, конечно, не обтесывать себя, не подгонять себя под эти рамки, но ему надо войти. Есть одна дорога, я дорога истинной жизни, это Христос, и ты с рюкзаком, без рюкзака, тебе надо войти. И есть определенные вещи. Знаете, я читал про одного, ну, это нельзя назвать воспоминаниями, но туника, обычная туника, это верхняя одежда в Римском легионе, она шилась одного размера. Ну, люди плюс-минус одинаковые, и она шилась одного размера. И она должна была быть ниже колен. А попался один долговязый, и ему выдали того же размера. Он худой и длинный. Все маленькие коренастые, он худой и длинный. И она на нем как мешок и выше колен. И, вы знаете, рост не меняется со временем. А парню было 16 лет. И оно смотрится смешно, потому что, ну, есть стандарт. И под этот стандарт не подходишь, и ты смотришься смешно. Но в христианстве по-другому. Есть библейский стандарт. И ты можешь пройти, а можешь не пройти, потому что у тебя рюкзак, потому что убеждение, потому что традиции, потому что так научен, потому что... А вообще не одобрят. Ну, как это я что-то сделаю? Меня же не одобрят. Но я не могу чем-то пожертвовать, даже если хочу, потому что меня не одобрят. Родственники, друзья, знакомые скажут, ты не прав. А Павел говорит, вам нужно ради него дано не только веровать, но и страдать за него. 2 Коринфянам 1, 15. Если вы заметили, Павел очень много говорит о страданиях. С чего бы вдруг? А потому что он не на перинах благовествовал. Его христианство, это было не тепличное христианство. Христианство Павла, это христианство, отпечатанное на его спине, на его руках, на его шее, может быть, на его голове, ну, куда палкой доставало, или куда камень попал. Да, мы понимаем, что в него попадали камни, думали, что он мертв, его выбросили за город, как корову сдохшую, выбросили просто за город, или как скот какой-нибудь дохлый. А он встал, написано, и пошел. Мы-то понимаем, что встал и пошел, но физическое, человеческое тело, там остаются шрамы, там есть синяки, там есть переломы, микротрещины, ушибы. Это все было отпечатано на теле Павла. Когда Павел благовествовал, он говорит, по 39, 39 ударов палкой. Даже если человек жалеет тебя, бьет, это остаются следы. Это остаются следы, потому что площадь спины не позволяет нанести 39 ударов в новое место. То есть какие-то удары, а то и несколько, а может быть пять будут попадать в одно и то же место. И Павел знал, что такое христианство, простите, на своей коже, говорят в народе, на своей шкуре. Он прочувствовал, что такое христианство. Были люди, которые умничали, говорили, что ты вообще не апостол, в посланиях ты грозен, а с виду какой-то такой немощный, пляшивый, маленький, в шрамах какой-то, вроде нету за что зацепиться. Он говорит, я приду, я покажу вам, что какое я в послании, таков я и на деле. Ну вот написано, что вам нужно страдать за него. Это 2 Крымфянам 1.5. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Но хочется жить, чтобы как по маслу. Ну вот нет никаких страданий. И люди порой думают, что если нет физических страданий, то духовных страданий нет. Человек может быть физически абсолютно здоров, идеально здоров, но духовно испытывать такую борьбу и терпеть такие поражения, что внутри он просто разрушен. И он вроде большой, красивый, здоровый, сильный, кровь с молоком, а внутри он борется со грехом и постоянно проигрывает, постоянно проигрывает. А вы знаете, это страдания. Грешил и пришел в церковь, и ты чувствуешь, ты знаешь, что ты делал неправильно, но ты сидишь, и об этом некому рассказать, потому что оно внутри мучит. Ты помолился, мы говорим, помолись, попроси прощения. А были же у вас случаи, и у меня были случаи, когда помолился, попросил прощения, а тяжесть не ушла. Походил, походил, еще помолился, еще попросил прощения, а тяжесть не ушла. Ночь переночевал, утром встал, ну знаете, утро вечера мудренее, а тяжесть не ушла. И потом, когда она уходит, ты думаешь, вау, наконец-то. А это мучение, это страдание, когда приходишь и участвуешь в заповеди, и ты знаешь, что не таков, потому что, знаете, правила приличия не позволяют что-то рассказать, а другим правила приличия не позволяют что-то спросить. И ты носишь это в себе, потому что, ну ты знаешь, что как бы это правильно, а не дай Бог я сяду, на меня все люди в церкви посмотрят, чего это он сел, значит он грешит, значит он борется, а я им такого не дам повода. И это страдание, это внутренние, моральные страдания. И физические бывают. И вот он говорит, что по мере, как умножается у нас страдание Христовое, умножается Христом и утешение наше. Потому что, если физическое страдание можно только перетерпеть, то духовное нужно перебороть. Еще раз, физическое можно перетерпеть, а духовное нужно перебороть. Все наши проблемы, все наши трудности, все наши комплексы, все наши грехи, они же исходят изнутри. Не из-за того, что у меня ноги длиннее, чем у кого-то, я грешу больше. Нет. Я выше ростом, больше в плечах, шире в плечах, значит, я больший грешник. Нет. Не от внешности нашей грехи, а от внутреннего человека. Поэтому получается, Павел говорит, что в нас умножается страдание Христовое, но умножается и утешение Христовое. То есть, когда мне плохо, я бегу ко Христу. Если я ко Христу не бегу, то это утешение не перекрывает мои страдания. И человек внутри мучит себя, мучит, мучит, а потом появляется молитва, как мы молимся в пятницу за отпавших, заблудших, отошедших. Они такими не были вначале, но они такими стали потом, впоследствии. Римлянам 8,17. Павел пишет интересные слова. «А если и дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу». И какое-то «если» непонятное. «Если только с Ним страдаем, чтобы и с Ним прославиться». Вы дети, наследники Христу. «Если только с Ним страдаем». Ну, знаете, а как пострадать, если нету «да» и «нет»? Ну, вот любой вопрос спросите, выкручусь. Абсолютно любой. Спросите любой вопрос, который требует ответа «да» или «нет». богословски выйдет на твое усмотрение. Вот вместо того, чтобы сказать «да» или «нет», и решай сам. И человек впоследствии думает, зачем спрашивал. Я и так знаю, что мне самому надо решать. Ты мне скажи «да» или «нет». Ну, если скажу «да», обидятся эти. Если скажу «нет», что будет? Обидятся эти. А надо, чтобы и ты прав, и ты прав. Так у нас спор. Мы не можем быть оба правы. Но и ты прав по-еврейски, и ты прав. Это одного раввина, когда так спрашивали, он говорит «и ты прав, и ты прав». Поэтому вот это размытие граней производит к тому, что люди все меньше страдают за Христа, потому что по факту страдать нечего. Если ты возьмешь вопрос курения, одни скажут «можно», другие скажут «нельзя», «алкоголь можно», «нельзя», «оружие можно», «нельзя», «то можно», «нельзя», «можно», «нельзя». И ты как бы понимаешь, стоп, стоп, стоп. Половине людям это оказывается можно. Другой половине это нельзя. И ты стоишь на дилемме. А мне что делать? А потом знаете, что получается? Как у Петра. Приходит к язычникам, и что делает? Ведет себя по-язычески. Приходит к евреям, ведет себя по-еврейски. И Павел смотрит, говорит «Петр, зачем ты язычников призываешь жить по-еврейски, если ты сам в присутствии язычников ведешь себя не как положено, а потому что, чтобы и тех, и этих. И вот написано, что вы сонаследники, вы дети, если только с ним страдаем, чтобы и с ним прославиться. Так закаляется вера. Еще раз. Так закаляется вера. И это могут быть мелочи. Все начинается с мелочей. Все, что вообще происходит в нашей жизни, начинается с мелочей. Редко кого из нас после покаяния или после водного крещения вызывает и вопрос жизни и смерти. Признавайся, что веруешь в Христа. Верую, убили. Не верую, остался жить. Редко такое бывает. Понятно, в тех странах, где гонение, такое бывает чаще, но в нашей стране редко. Поэтому вопрос веры заключается в мелочах. Я это делаю или я это не делаю? Вот и все. И это моя вера. И в какой-то определенный момент это не просто а, ты какой-то там не делаешь, а тебя будут заставлять делать. Тебя будут заставлять делать. Ты будешь страдать за то, что ты не делаешь, как делают остальные. 1 Петра 4, 1, 2. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, слава Богу, он пострадал, мы искуплены. Там почему-то стих продолжается. Давайте дочитаем до конца. То и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Я всегда думал об этом стихе, что это, знаете, страдающий плотью перестает грешить. Вот если человек болен, если его что-то болит, он обязательно, но он уже не грешит. Но грехи плоти, вот плоти, тело, это одна треть всех грехов, потому что еще есть душевные грехи и духовные. И человек может быть вообще больной до невозможности, глаза одни вводят влево-вправо, но при этом он согрешает каждый раз, когда клипает глазами, потому что у него обида на Бога, у него обида на родителей, у него обида на церковь, у него обида на родственника, у него обида на жену, у него обида на детей, что они проведывают. Одной только обиды у него там лист. Я думаю, как тогда страдающий плотью перестает грешить? И вот один из богослов, мне понравилась его мысль, он говорит, что в определенный момент у тебя есть выбор согрешить или пострадать плотью. И тот, который выбирает за веру пострадать плотью, он, соответственно, не грешит тем, что ему предлагают. Вы знаете, страдать плотью это тоже сложно, потому что, когда тебя бьют и ты плюешься кровью, можно сказать, Господи, как Петр, да, его побили, он выходит и радуется. Господи, спасибо, я его достоился, вот бьют меня за веру, дай сил дотерпеть. Или же мысли другого рода. Пока бьют, думаешь, что бы они там. Понимаете, и страдать плотью можно по-разному. Вроде уже страдаешь, и вроде уже за веру, и вроде бы уже, но почему-то удовлетворение внутреннего не приходит. Еще раз говорю, мы живем в такое время, что в республиканском штате можно пострадать, потому что демократ, и наоборот. Но Писание говорит, что наши страдания идут по принципу одному только. Ты христианин, или ты не христианин. Вот и все. Понимаете, мы настолько все разные, мы настолько каждый индивидуальный, у нас настолько разное прошлое, происхождение, что мы можем пострадать по любому принципу. Можно получить просто потому, что ты сказал, что ты белорус в кругу, где белорусов не любят, и ты пострадал. Разве это страдание за веру? Или ты пострадал за свое политическое убеждение? Разве это страдание за веру? Да, ты идешь домой с разбитым носом, как и прежде, но разве это за веру? За веру — это когда ты выбираешь грешить со всеми или не грешить. И вот порой, когда ты не грешишь, ты можешь пострадать плотью. Это не просто. Нет, друзья, я не пойду с вами на эту вечеринку. Да, ты самый лучший, ты самый святой, а ну иди сюда. И это простейшее. Или наоборот, все это делают. Смотри, это такая безобидная штука. Подумаешь, там на Хэллоуин куплять вот эти на снежках конфеты с этими отпечатанными горбузами. Или там со скелетами, или с паутиной. Делов-то. Бумажку выбросил, сникер съел. Это вроде мелочь, но подумаешь там, деловную. Плюс она дешевле, можно купить три по цене одного. Вроде мелочь, а для кого-то это вопрос веры. Почему Писание говорит, что все, что не по вере, грех. И вот из этих мелочей складывается большой пазл моего христианства. И в определенный момент, когда возникает грешить или страдать плотью, человек в определенный момент выбирает, лучше я согрешу, покаюсь, Бог меня простит и буду жить, как жил. Богословски обоснованно. Бог прощает, прощает, за все грехи умер, за все грехи умер. Я лучше сейчас откажусь, потом покаюсь, и потом буду жить, как прежде. А другой нет, идет, его гнут там, ломают, бьют. Некоторые вообще не возвращались из мест заточения, когда за веру страдали. Его проблемы. Вот в наше время, как бы сказали, Его проблемы никто не заставлял. Я умный, выкрутился, а Его проблемы, что Он такой негнущийся. Так вот, Писание говорит, что Христос за нас пострадал плотью, не было другого пути. Не было, чтобы там, не знаю, уколите меня, прибейте руки, потом сразу заберите этот гвоздь, дайте мне надрезать, и я пролью кровь, где вам там надо. Нет, только через Голгофу. И Христос не искал этих путей, Он говорит, если возможно, ну, как ты хочешь. И Он был услышан, но сделал, как Он хочет, то есть Бог, а не как обстоятельства, друзья и знакомые. 1 Петра 2, 21. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Сегодня, как и до этого, как и после этого, будет в следующем месяце, это не просто воспоминание страданий и смерти Иисуса Христа. Это напоминание нам, дабы мы шли по следам Его. Еще раз, христианство, это не просто комфортное сидение в церкви. Христианство, это вопросы маленькие, большие, средние, которые мы решаем каждый день. И человек впоследствии идет на компромисс с совестью или не идет на компромисс с совестью. И Христос говорит, я пострадал, чтобы оставить вам пример, чтобы вы шли по следам Моим. И вот Петр говорит, чтобы вы шли по следам Его. Петр тоже не понаслышке знает, что такое страдать за Христа. Вообще все апостолы знают, что такое страдать за Христа. Даже Иоанн, который был в ссылке на каменоломнях на острове Патмос, и он знает, что такое страдать за Христа. И он говорит, дабы мы шли по следам Его. В этом и есть суть христианства. Есть наш учитель, который движется впереди. И мы, как Его ученики, движемся за Ним. Потому что много разных учителей появляется. Слева, справа, кто-то сзади кричит, подожди, повернись, остановись, давай пойдем вместе, давай за компанию. Но наш идет впереди. И мы, смотря на Христа, движемся по следам Его. Вы зимой ходили? Что означает зимой по следам? Это след в след. Что означает лыжнику по лыжне? Это лыжа в лыжне. То есть по следам Его. Мы идем по следам Его. Куда Он прошел? Может быть, неудобно. Может быть, топка. Может быть, камни. Может быть, тернии. Но раз Он тут прошел, я иду за Ним. Пусть нас Бог благословит, чтобы заповедь это, не просто воспоминание, это практическая польза каждодневной подготовки к тому, что может наступить время. И мы можем физически пострадать. Но, может быть, у кого-то уже сейчас время, когда Он внутренне, душевно страдает. Поэтому в этот момент лучше всего посмотреть на Христа. Увидеть, что Он прошел. Увидеть, что даже несмотря на пот, как капли крови, Он прошел. И остался победителем. Пусть Бог нас благословит. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...